Вклад в развитие образования и науки о Севере обсудили в Санкт-Петербурге. На первом международном конгрессе университета Арктики побывала и моя коллега Айсена Бурнашова. Центром развития Арктики стал отель «Азимут». На нескольких площадках более 500 участников из разных стран мира обсудили вопросы политики и образования. На круглом столе «Артик Скилз» о возможности создать тематическую сеть институтов выступил президент университета Арктики Ларс Кулерут. Не важно кем вы работаете, оленеводом, охотником, медсестрой. Ваше сообщество имеет определенные процедуры для подтверждения этих формальных навыков. Создание сети, объединяющей профессиональные институты, позволит повысить компетенции и престиж рабочих профессий. С докладами о подготовке кадров выступили представители Арктического колледжа народов Севера, сотрудники АГИКИ и министр профобразования Якутии. Участниками дискуссии стали гости из Норвегии, США и Финляндии. Я из Норвегии и впервые в Санкт-Петербурге. На мне традиционное платье саамского народа. Я шила его своими руками. Костюм рассказывает, кто я и откуда я родом. Это не платье для больших церемоний и особых случаев. В нем я появляюсь и на работе, и в обычной жизни. Национальная кухня, так же как и одежда, знакомит с культурой народов Арктики. Поэтому в рамках конгресса уже в здании Герценовского университета состоялся семинар «Традиционные знания и культура питания». Студенты, представители коренных малочисленных народов Севера, презентовали свои национальные блюда. Я представитель долган. Я представляю долганскую кухню. Мое блюдо называется кабардак из рыбы. Я использовала чир и соль. Это дежурное блюдо, которое можно быстро приготовить, если нет времени. Конгресс университета Арктики завершается международной новостью. Как стало известно, 10 июля под руководством США и России было подписано соглашение о научном сотрудничестве в Арктике. И в этом соглашении о научном сотрудничестве впервые традиционные знания о коренных народах Севера были признаны частью научной работы, научных знаний. В мае следующего года в Аляске это соглашение будет утверждено между министром Сергеем Лавровым и будущим секретарем иностранных дел США. Известно, что финансированием крупного проекта займется Исследовательский совет Норвегии, Северный совет министров и Республика Саха, Якутия.